Я прибегаю к русскому языку, вот почему в русском языке сохранилась тайна в словах. Расшифровывая эту тайну, ты понимаешь, как жить. Например, не копи сокровище, кровище порвётся. Не носи золото, злобу. Хочешь быть счастливым, чувствуй счастье сейчас. Потому что от слова «сейчас» не в погоне за счастьем не замечаешь настоящего, а замечаешь его, когда оно становится прошедшим. В погоне за будущим. И вот во многих русских словах «небо», не Бог. Почему? Бог не на небе, а в нас. И даже это определено в русском словах. Что такое слово «беда» без еды? Русские люди не слышат своего языка. Они забыли это в погоне за идеалами Запада. В Западе живет миром по правилам. Например, Бог Ураж. А Ураж, вы понимаете, что это значит? У-ра. То есть солнечный Бог. Отсюда и Урал, лежащий у Солнца. Это древнее-древнее время, когда нашими богами были солнечные годы. Потом наши предки предали солнечных богов и перешли к домашним богам. И в этот момент многие слова меняют свой смысл. Например, «трамола» становится словом отрицательным. А «трамола» — это молитва Богу Раму. А «Волга» называлась рекой Раму. Когда наши волшвы пришли в Египет, они назвали них рекой Раму. Но мы уже знаем египетскую цивилизацию, но мы не знаем, что пришли туда те, кто жрели к лиму. То есть жрелицы. И мы не знаем, что название Средиземноморский происходит от названия древнего нашего пронарода. Носителем языка которого являются славянские народы. Нельзя говорить русский. Русский, украинский, белорусский, немножко латышский, литовский, сербский, естественно, чешский и польский. И мы как двоюродные, троюродные родные братцы. Вся, весь материк был заселен людьми, которые говорили на одном языке. И это существовало много тысяч лет, начиная с Талинного века. Я был на раскопках в костюмках. Смотрите, сколько название. Костюмки. Там кости всегда были. И люди знали это. И археологи знали. Но начали копать сегодня кто? Американцы. Они узнали про эти раскопки и дают гранты на работу археологов. Они дают 20% остальное забирать себе. То есть они просто банки раскручивают. И мы поехали туда с писателем Алексеевым, который написал «Сокровище Валькирии». Ну что, мы видели жилища, построенные в ледниковый период 22 тысячи лет до нашей эры. 22 тысячи лет. Подворожье. В ледниковый. Остовы этих жилищ, фундамент. Кости мамонта. В то время было безотходное производство. Мамонт шел во все. И в пищу, и в шерсть. И жгли кости, и в удамин делали. Это был ледник. Ледник туда приполз. Скажем так, примерно 20 тысяч лет до нашей эры. 22, 25 может быть. Люди не приходят жить в ледник. Значит, они жили там раньше. Никто из Африки не пойдет жить в леднике. Эта теория заселения из Африки, она не выдерживает никакой логики. Потому что на север люди не идут за хорошей жизнью. С севера на юг идут. Стали дальше разбираться. С 44 тысячи лет до нашей эры. Поселение в костерках. И это доказано сегодня тем? Американцы. Им можно верить. Тут они не врут. Тупые-тупые освобожают, когда надо. И потому что если бы наши датировали, они бы сказали 100 тысяч лет. Американцы не привыкли брать. Им надо деньги всю жизнь раскручивать, а не один раз. И действительно, что такое 44 тысячи лет до нашей эры? Это еще 42 тысячи лет до пирамиды. Получается, сегодня американцы раскручивают теорию заселения всей Европы людьми с нашей территории. Но это они разговаривают. А мы не знаем этого человека. Многие уже знают. Но, в принципе, знают мало людей. Итак, Триполи. Кстати, еще один Энлиль-Бох тоже был в Триполи. И он же у Шумеров. Получается такая картина. История всего. Вообще, я вам скажу. Вот летописцы некоторые были очень умными. Им заказывали написать, возвеличить царя, возвеличить катаргаша какого-нибудь. А они делали хитрейшие штуки. Они допускали ошибки в летописи. Это самые умные великописцы. Чтобы мы сегодня, логичные люди, по ошибкам думали, что-то не сходится. Стали копать и нашли правду. И вот такими были многие. И Нестор был гениальным. Он допустил ошибки. Ветхий Завет написан с ошибками. Но когда начинаешь его читать, понимаешь, что правда в другом. Иисус никогда не был христианином. Он вообще не был. Он был язычником. Он был против фарисеев. Он был против... Хорошо, язычник слово сегодня плохое, хотя оно означает «я зычу естество». «Я озвучиваю природу». Это природоведение. Это вера без религии. Это жить на земле, чувствуя природу как бабочки, как пчелы. То есть жить радостно. Что такое радость? Достать рак. Что такое радушие? Светлая душа человека. Что такое храм? Хранилище света. Что такое рай? Скопление света. Что такое святой? Святой. Святой. Тот, кто свет чувствует. Это все в нашем языке есть. И, наконец, гениальное русское слово. Почему, как я говорил, уже на концерте нас нельзя победить? Да потому что, если к нам пришел, мы «Ура!» прокричали и все. Ура! Это привлечение солнечного света. Энергетики. Наши предки солнечные. И поэтому наша страна называлась, не страна, край, Россия. Сияние рад. То, что я сегодня говорил на концерте. Отсюда произошло слово «раша». «Раша». То есть, в сиянии по-русски «шаин». «Ра-шаин» есть «раша». Но они не знают этим алодитом этого слова. И им даже на ум не придет, что основа и корневая основа слов лежит в нашем языке. Я мог бы тысячи примеров вам привести. Есть такой ученый Драгунтель в Питере. Драгунтель несколько тысяч примеров в каждом языке нашел происхождение от русских торгей. Он называет русскими. Я бы поосторожнее был. Не надо эту идею превращать в шуминистическую. Это проязык, носителем которого являемся мы, славянские народы. Но мы забыли это все. И получилась следующая история. Причем он даже доказывает, что и японский язык произошел от нашего. Он доказывает, что китайский. Я когда впервые убили... Знаете, у меня так интересно высадить жизнь, получается, с тех пор, как я стал природопедически чувствовать мир, вот я ничего не ищу, что мне надо ко мне приходить. Только я не ставлю к серию заработать денег. И они мне приходят ровно столько, сколько мне надо. А мне надо немного. Золота у меня нет. Я считаю, что если мужчина носит золото, он с золобом будет. И сплю я на полу. У меня матрас лежит. И гламура у меня нет. У меня даже в Подмосковье ничего нет. Есть ни коттеджи, ни дачи. Потому что я родился в Риге. И я в Подмосковье не могу найти море с соснами. Мне нравятся мне вот эти заборы из плит разобранных ракетодромов. Я не могу. Я в смысле быта, я европейский человек. В смысле души я восточный человек. В Подмосковье мне это не нравится. Кроме того, это неадекватно. Деньги. У меня денег просто жалко. Кстати, слово деньги интересное. Деньги. Деньги – это движение. Движение на день. То есть, очень точное слово английское «карэнси». Тепучка. А «манить» пришло в слово «маник». Манить, манить, заманивать. Заманивать. Что такое север? С верм. Там созрела верная вера. А есть русское пословице «держи голову в холоде, ноги в тепле». Почему? Голова соображает лучше холодную. На севере развивается сознание всегда. На юге ничего не развивается. Посмотрите сегодня. Говорят, почему обезьяны не становятся людьми в нашей. Да потому что они на юге все. На юге становятся. И мы так хорошо везде. И на севере быстро начинают развиваться сознание и появляется язык. И там созревает огромная страна Гиперборея, откуда мудрость идет постепенно во все уголки земли. Каким это было царство 39-е, 30-е, которое сохранилось в памяти наших сказок, я не могу сказать. Некоторые утверждают, что были летательные аппараты, на которых Геракур летал, Аполлон летал. Вполне возможно. Не знаю. Но только в какой-то момент происходит катастрофа, описанная в славянских мифах и ведах индийских. Чёрный бог украл белое солнце. Резкий поворот земной оси, в силу чего трудно сказать. Многие погибают на земле. Но вызревший там человек разумный начинает движение к югу, потому что там начинается оледенение. И он идет разными путями на юг. Часть людей уходит очень разумных, созревших, мудрых, у которых есть язык, есть пословицы, есть знания, есть вера природоведическая. Веты, извините. Не именно веды, а слово веды. Ведь индусы что сделали? Что хранит инки? Инки это файл, который хранит информацию, которая могла бы потеряться. Но индусы не понимают, что они хотят. И только один ученый Тилов, сто с лишним лет, Масад сказал, индийский индейец, индус сказал, веды пришли к нам с севера России, сказал. Потому что он проанализировал веды и понял, что вся мудрость пришла. Вы посмотрите, северные индусы белые, а южные черные. Потому что в Индии жило племя древидийцев. Огромный народ древидийцев, тантра, это философия древидийская. А пришли белые, арии. И они, наши волхвы, стали брахманами. Брахман это бога Ра. Ха это равновесие означает. Аман, Ману, это первый человек по индийским ведам. И они стали касты брахмана. Или брахмана, я не знаю. И записали веды, и придумали первый язык письменный, чтобы не потерялась мудрость. Они почувствовали опасность какую. Мир попадет под таркашей. И надо записать правду. Потому что те поменяют плюс-минус и не станут. Поэтому я думаю, да. Редактор субтитров. Продолжение следует...